Нынешний год стал по-настоящему культовым в плане камбэков. Третья часть Человека-паука с полюбившимися героями старых франшиз. Воскресшая Матрица с постаревшими Нео и Тринити. Специальная серия Гарри Поттера со старыми героями. Фанаты в этом году довольны как никогда. В музыкальной индустрии также не обошлось без камбэков. Были очень громкие и успешные, как у той же Адель. Которая до сих пор штурмует мировые чарты. Были не такие громкие, но очень приятные для фан-базы. Вроде камбэка Лим Бискит. Были горе-возвращения, вроде Янг Трэпы и Крейзи Фрога. Но были и крутые возвращения людей, связанных с хип-хопом. И о самых ярких. В 2021 году давайте поговорим. Поехали! 23 февраля 2021 года. Был освобожден Бобби Шмёрда. Это событие стало одним из самых обсуждаемых в хип-хопе. Куэва из Мигас прилетел на частном самолете. Встречать Бобби с пачкой денег и девочек. За полгода до освобождения, Янг Таг заявил, что приготовил подарки для Бобби и его друга Роди Рэббла. Все потому, что он ценит людей, у которых есть верность и принципы. Команда New York Knicks повесила билборд на Мэдисон Сквер Гарден, посвященный Бобби. Но почему же его камбэк так сильно ждали? Ведь по сути он является автором одного хита. Здесь все дело в контексте. Во-первых, Бобби выстрелил со своим хитом, когда индустрия трэпа только формировалась. Он был на коннекте с Тайгером, Мигасами, когда те только набирали обороты. Он оказывал им поддержку и верил в них. На момент попадания в места не столь отдаленные. Рэперу было всего 20 лет. Его закрыли всего через полгода после выхода песни, сделавшей его звездой. Он был задержан вместе с еще десятком участников криминальной группировки, в отношении которой давно велось расследование. Вот неполный список их грешков. Убийство, покушение, торговля веществами, незаконное владение оружием. Музыканту грозило 25 лет тюрьмы за все преступления. Судья отказался выдавать залог за него. Адвокаты бились как могли, но ничего не получалось. В 16 году суд предложил Бобби сделку. По ней он должен был взять на себя часть срока своего кореша, Роди Рэбла, которому грозило 12 лет тюрьмы. И Бобби, как настоящий друг, берет на себя его статьи и обвинения. Таким образом, выходит, что товарищи должны провести за решеткой по 7 лет. Эти парни отсидели положенные им сроки, не сдали друг друга, не давали показания, где стучали бы друг на друга. Именно поэтому все рэп-комьюнити с таким трепетом и уважением относится к Шмёрде. Делаем многочисленные подгоны в виде цепей, денег, шмоток, особенно на контрасте с разговорчивым тикаши. Когда Шмёрда вышел, он сказал, что больше не собирается наступать на те же грабли. В тюрьме он прощел много книг, в том числе по бизнесу, и собирается большую часть заработанных денег пустить в инвестиции и недвижимость, дабы приумножить капитал. Сейчас Бобби выглядит как тот человек, кто реально хочет изменить свою жизнь. Он отказался от вредных привычек, тусовок, гангстерского образа жизни. За этот год он выпустил всего лишь 4 песни. Причем первый трек вышел лишь спустя полгода после освобождения. Все потому, что 7 лет вне индустрии – это огромный срок. Звучание изменилось, правила уже не те. Главные лица изменились, и нужно подстраиваться, изучать, как работает эта новая система. Шмёрда это отлично понимает, и не спешит заваливать фан-базу новой музыкой. Хотя мог спустя пару месяцев после освобождения бахнуть альбом на скорую руку ради аванса лейбла. И такое отношение Бобби к контенту и бизнесу показывает, что он реально повзрослел. Он не хочет быстрого результата здесь и сейчас. Для него куда интереснее длинные деньги. Музыкант Старомай, которого полюбила в кавычках «каждая Алена» в начале десятых. Не могу спокойно думать, не могу спокойно спать. Я постоянно хожу с мыслью, что мне кому-то нужно дать. Вернулся спустя долгое время. Музыкант Старомай, который был в кавычках «каждая Алена» в начале десятых. Последний сольный альбом артиста вышел в далеком, тринадцатом году, получив название «Квадратный корень». Он наделал много шума не только во франкоязычных странах, но и по всему миру. Отправившись в тур по странам Африки в пятнадцатом году, Поль поставил прививку от малярии, что привело к печальным последствиям. На фоне постоянного недосыпа, стресса, гастрольного графика, у артиста серьезно пошатнулось здоровье. Начались галлюцинации и бессонница. Музыкант ушел в тень. Начиная с пятнадцатого года, Поль крайне редко радовал фан-базу новыми синглами и гостевыми куплетами. За время отсутствия в инфополе, Стромай развил свой бренд одежды, построил семью. И казалось, что к музыке он потерял интерес. Однако в середине этого года произошел камбэк Стромая. Санте классический танцевальный трек на французском языке, но с непривычным, ломаным ритмом. В бете есть микропауза, которая делает ритм запоминающимся, хотя и для кого-то данная особенность делает этот трек неслушабельным. Но Стромай на то и Стромай, что не идет по давно протоптанной дорожке, а создает свое звучание. Сама песня посвящена обслуживающему персоналу. Поль предлагает поднять бокал за тех, у кого его нет. Это каноничный Стромай, который через танцевальную музыку говорит в своих песнях о серьезных вещах. Стоит ли говорить, что камбэк Стромая произвел фурор? Аудитория соскучилась по самобытному бельгийцу. В марте артист анонсировал свой новый альбом, первый за 9 лет. А также совсем недавно он выступил на американском телевидении. Мирон по праву может забирать победу в номинации камбэк года в русском хип-хопе. Я не знаю, или так совпало, что Маргин Штерн, Мелон Мюзик и компания намеренно в ноябре ушли в отпуск. Или же камбэк Окси был настолько громким событием, что всей молодежи просто-напросто позабыли в ноябре. Впервые слухи о том, что Окси может вернуться, начали появляться в конце октября. Тогда в крупных городах РФ заметили баннеры, когда альбом не было никаких подтверждений о том, что это именно Окси. Не было дат, но были надежды, что это именно Мирон. Плюс-минус в это же время тиктоки набирают обороты мэшапы, считал очки Окси из его баттла с Джонни Боем. Непонятно, или это само все пошло, как часто бывает в тиктоке, или же маркетологи Мирона придумали настолько гениальную вещь. Догадки о камбэке стали подтверждаться, когда в ночь с 31 октября на 1 ноября Мирон начал чистить свою инсту, а также сменил аватар во всех соцсетях. Утром вышел 10-минутный сингл «Исповедь. Кто убил Марка?» Став самой обсуждаемой темой на ближайшую неделю. Дальше вышли синглы «Цунами» и «Организация», которые были встречены весьма тепло аудиторией. Ну а потом Окси дропает микстейп «Смутное время», где целых 36 песен. 34 из них уже были ранее представлены. Причем с фитов Окси просто вырезал свои куплеты и запихнул в микстейп. В остальном же всего два новых трека «Мох» и «Колесо». Такой мув получил весьма смешанные реакции. Кто-то верил, что это грамотный пиар-ход и прогревание аудитории перед настоящим альбомом. Но кто-то разочаровался в Мироне и принялся разносить моховое колесо. Но равнодушным никто не остался. Через неделю после выхода «Смутного времени», когда, казалось бы, надежды на выход настоящего альбома уже нет, Фокс анонсирует настоящий альбом, выставляет дату 1 декабря. Наступает первый день зимы, и аудитория, которая ждала альбома ночью, постепенно сходит с ума. Они на нервах весь день, но ничего не выходит. И как в кино в последний момент, альбом «Красота и уродство» становится доступен на всех музыкальных площадках. Пластинка создала огромный шум. Вышло большое число рецензий с самыми разными оценками. Да, спустя 3 недели, вездесущая бандана опять вернула себе первые строчки в чартах. Но факт того, что Окси забрал целый месяц в инфополе, говорит о том, что даже несмотря на такой долгий перерыв, важно не количество панчей, не качество рифов, а личности, что за ними. Но чей камбэк в 2021 году самый удачный и удивил вас больше всего? Напишите ваше мнение в комментариях. Ну а если вам понравилось видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, любите рэп и всем удачи!